Всем привет! С вами канал Космостар. Заслуженной артистке России Нине Масловой 75 лет. В последнее время она очень редко появляется на экранах, в кино ей достаются только крохотные эпизоды и шанс напомнить о себе актрисе, предоставляется только в телешоу. Почему одна из самых красивых актрис исчезла с экранов и в чем винит себя до сих пор? Нина Маслова выросла в Риге в обеспеченной семье. Когда девочке было 5 лет, ей родители развелись, и она осталась с матерью, с которой никогда не могла найти общий язык. Нина старалась проводить дома как можно меньше времени, и ее воспитала улица. В первый раз она попробовала вино, в 11 лет. Учеба ее мало интересовала, и большую часть времени Нина проводила с друзьями, без всякой цели шатаясь по улицам и попивая портвейн. После окончания школы Маслова решила прислушаться к советам знакомых и поступить в театральный вуз. Как это не удивительно, ее с первой же попытки приняли в школу, студию МХАТ. Несмотря на то, что ей удалось вытащить счастливый билет, Маслова им не воспользовалась. Посиделки до утра, на которых вино лилось рекой, не прекращались. Уже через два года ее выгнали из института. Правда сама она утверждала, что это случилось из-за того, что она якобы отказалась сотрудничать с КГБ и писать доносы на сокурсников. Судьба дала ей еще один шанс, вскоре Масловой удалось поступить во ВГИК, да еще и на курс самого Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Во время учебы она начала сниматься в кино. А в 25 лет Нина сыграла роль, которая стала ей визитной карточкой, Виктории Коровянской в фильме «Большая перемена». 70-е годы стали ее звездным часом. Хотя главных ролей ей почти никогда не предлагали, даже эпизоды становились яркими и запоминающимися, а фильмы, в которых снялась Маслова, стали признанной классикой советского кино. Ее Леночка из 38-й квартиры, которая жаловалась о фоне на то, что у них кран ревет, как тигр, казалась недосягаемой мечтой не только для главного героя фильма. Но и для миллионов советских зрителей. Она была идеальна, красива, мила, интеллигентна, сдержана и воспитана. По крайней мере такое она выглядела на экранах. А вот за кадром все было совсем по-другому. От своей зависимости актриса так и не смогла избавиться. Почти каждый вечер она проводила в веселых компаниях. Иногда эти посиделки заканчивались плачевно. На съемке эпизода с царицей на Перу в фильме Иван Васильевич меняют профессию, актриса явилась с фингалом под глазом. Режиссер Леонид Гайдай потерял дар речи, а потом попросил гримеров поколдовать над непутевой царицей. В итоге в кадре она выглядела идеально, ей велели поворачиваться к камере только одним боком и пониже опускать голову. После «Афони» ее карьера пошла на взлет. Актриса много снималась и обзавелась квартирой в Москве. Шумные компании там собирались каждый вечер. Так продолжалось до начала 90-х годов. В кинематографе начался кризис, к тому же разгульный образ жизни не мог не наложить свой отпечаток на внешность актрисы, которая перевалила за 40. Режиссеры все реже и реже приглашали ее на съемки, и вскоре телефон и вовсе замолчал. В середине 90-х Нине Масловой исполнилось 50 лет, и она впервые за всю жизнь решила пройти медицинское обследование. Результаты не вселяли надежды, по мнению врачей, ей оставалось жить несколько месяцев. После этого актриса решила сходить в церковь исповедоваться. Эта беседа с батюшкой разделила ее жизнь на до, и после. В один момент избавиться от зависимости не удалось, но она стала выпивать все реже и реже. Маслова вспоминала, а потом вдруг вообще как отрезала. Даже 30 граммов алкоголя приводит к ужасному состоянию, мне становится так плохо, будто мраморную плиту на меня навалили. Это бог помог. В начале нулевых, Маслова, вновь начала сниматься в кино. Это были, в основном, эпизоды в сериалах, но тем не менее актриса вновь чувствовала себя нужной и востребованной. К тому же ее красота не увяла с годами, в зрелые годы она вновь расцвела. В свои 75, Нина Маслова, выглядит намного моложе своих лет. Актриса несколько раз была замужем, но детей у нее нет. Пожалуй, это единственное, о чем она сейчас сильно жалеет. Впрочем, своим одиночеством актриса не тяготится, сегодня она часто посещает церковь, занимается чтением духовной литературы и видит в этом свой смысл жизни.